Во второй главе Евангелия от Луки явились ангелы, хваля Бога и провозглашая мир на земле. Зачастую мы обращали внимание на это местописание лишь на рождественских открытках. Слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения. И Иисус пришел. Но значение здесь совсем иное. Для того, чтобы объяснить вам, что это значит, необходимо сделать обзор о Божьем Завете Благодати и об Авраамовом Завете, и тогда вы точно поймете, о чем я говорю. Начну я это утро с таких слов. Если вы хотите правильно понять и истолковать Ветхий Завет, вам необходимо это сделать, надев очки Нового Завета. Если же вы попытаетесь смотреть на Ветхий Завет без понимания Нового, то это будет все равно, как прийти смотреть фильм в формате 3D без специальных очков. Ветхий Завет — это Новый Завет в сокрытом состоянии. Новый Завет — это Ветхий Завет в открытом состоянии. Задумайтесь об этом. Ветхий Завет — это на самом деле Новый Завет в сокрытом состоянии. А Новый Завет — это Ветхий Завет в открытом состоянии. Задумайтесь об этом на минуту. Старый Договор или Ветхий Завет на самом деле является запечатанным новым. А Новый Договор или Новый Завет есть открытый Старый Завет. Мне необходимо буквально повести тело Христова через курт библейской школы, чтобы нам понять, как правильно преподавать слово истины. нам необходимо понять, что истина в соглашении Ветхого Завета может и не быть истиной в соглашении Завета Нового. Истина в Авраамовом Завете может не быть той же самой истиной под Заветом Закона, потому что Бог действует в соответствии с соглашением, которое Он заключил. Вот как с разными контрактами. Разные контракты определяют то, как вы действуете. В одном контракте вы действуете так, а в другом — совсем иначе. Вот так же и в том, что касается Бога. Мы неправильно толкуем слово истины. Берем истину из Ветхого Завета и пытаемся сделать ее истиной в Новом Завете. К примеру, в первой главе четвертой книги царств Илия помолился, чтобы с небес сошел огонь и истребил людей, пришедших к Нему, и Библия говорит, что огонь сошел и истребил их всех до единого. Но в Евангелии от Луки, когда Иисус хотел проповедовать в одном селе и Ему не позволили, Его ученики сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но Иисус запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Он сказал, «Так было в прежнем соглашении, а в этом, новом, мы спасаем людей». Хорошо. Вы готовы идти дальше? Божья благодать. Если дать простое определение, то Божья благодать — это Божье незаслуженное благоволение. Это незаслуженное благоволение. Божье незаслуженное благоволение — это завет с нами. У нас есть завет незаслуженного благоволения, а это значит, что у вас не какие-то временные переживания Божьего благоволения, но у вас есть полный, постоянный доступ к вечному завету Божьего благоволения и Божьей благодати. Завет, как вы помните, — это обязательство, обещание. Обет между двумя и более сторонами исполнять определенные условия, по которым достигнуто соглашение. Завет — дело серьезное, и Бог всегда действует через завет. Вот что я хочу, чтобы вы услышали. На протяжении истории вы видите различные заветы. Бог заключил завет с Адамом, Адама в завет. Он заключил завет с Ноем, Ноев завет. Он заключил завет с Авраамом, Авраама в завет. Но есть два центральных завета, и я хочу, чтобы мы сосредоточились на них. Эти два центральных завета наиболее важны, и жизненно важно, чтобы христиане имели понимание о них. Номер один — Ветхий Завет, Завет Моисея. Номер два — Новый Завет, Завет Иисуса. Это два центральных завета в Библии. Ветхий Завет, пришедший через Моисея, и Новый Завет, пришедший через Иисуса. Все слышали, что я только что сказал? Ветхий Завет, пришедший через Моисея, и Новый Завет, пришедший через Иисуса. Если у вас есть понимание об этих главных заветах, и вы четко знаете, в чем состоит их различие, если вы будете знать и понимать различия между Заветом, пришедшим через Моисея, и Новым Заветом, пришедшим через Иисуса, тогда у вас будет непоколебимое основание веры, и у вас будет уверенность в Божьем незаслуженном благоволении. Благодаря знанию разницы, у вас будет непоколебимое основание веры. Кто из вас заинтересован в том, чтобы иметь непоколебимое основание веры, чтобы ваша вера больше никогда не колебалась? И так же у вас будет мощная уверенность в Божьем незаслуженном, незаработанном благоволении. И это благодаря тому, что вы понимаете разницу между этими двумя главными заветами, между Ветхим, пришедшим через Моисея, и Новым, пришедшим через Иисуса. Давайте проведем более глубокую оценку, чтобы вы поняли, что мы не вводим какую-то новую доктрину. Ветхий Завет называется Ветхим, потому что он старый, и стал устаревшим согласно тому, что мы читаем в Новом Завете. Мы говорим о Завете, пришедшем через Моисея, как о Ветхом Завете, но так же мы говорим о нем, как о Моисеевом Завете. Почему мы говорим о нем, как о Моисеевом Завете? Потому что он был дан Моисеем на горе Синай. Он был дан Моисеем. Так же он известен как Синайский Завет, потому что дан был на горе Синай. Итак, этот закон, пришедший через Моисея, известен как Ветхий Завет. Он известен как Моисеев Завет. Известен как Синайский Завет, поскольку был дан на горе Синай. Но так же он известен как Завет Закона. Он известен как Завет Закона, потому что его основа — исполнение людьми Закона. То есть, мы говорим об этом самом Завете. Говоря о Законе, мы говорим о Моисеевом Завете. Говоря о Законе, мы говорим о Синайском Завете. Говоря о Законе, мы говорим о Ветхом Завете. Ветхий Завет и Завет Закона — это один и тот же Завет. Понятно? Новый Завет пришел через Иисуса. Он известен как Закон Иисуса, и при этом Завете мы живем сегодня. Мы, рожденные свыше христиане Не живем под заветом закона Мы живем при новом завете Пришедшем через Иисуса В послании к римлянам 6.14 говорится Грех не должен над вами господствовать Ибо вы не под законом Но под чем? Под благодатью Скажите, я живу при завете благодати И это второе название завета Пришедшего через Иисуса Новый завет известен так же, как завет благодати Почему? Потому что основан на Божьем, незаслуженном, незаработанном благоволении Завет благодати — новый завет Наконец, этот завет, пришедший через Иисуса Известен как завет мира Почему? Потому что он возвещает шалом Иисуса Он возвещает мир Иисуса Итак, мы говорим о завете, пришедшем через Иисуса Это новый завет Это завет благодати. Это завет, при котором мы живем. Пожалуйста, поймите, я всеми силами стараюсь выразить это. Мы не под заветом закона. Тем не менее, сегодня церковь продолжает говорить людям, что ты спасен по благодати, но продолжаешь жить по десяти заповедям. У некоторых из вас проблемы с этим. Что? Что вы хотите сказать? Когда я закончу проповедь, вы точно будете знать, что я хочу сказать. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 17 стих. Смотрите внимательно. Давайте прочтем 17 стих вместе. Готовы? Читаем. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина, произошли через Иисуса Христа». Закон был дан через кого? Благодать и истина произошли через кого? Очень конкретно, верно? Благодать и истина. Закон дан через Моисея. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Смотрите, что тут сказано. Благодать и истина. В греческом тексте благодать и истина представлены как одно целое. Не так, что благодать — это одно, а истина — другое. А так, что благодать и истина — это одно, единое целое. И глагол использован соответствующим образом. Одна из причин, почему я это говорю, в том, что люди говорят, «Знаете, брат Доллар, я рад, что вы говорите о благодати, но людям надо знать истину». Вы поймите, когда люди знают благодать, они знают истину. И если это истина, она содержит в себе благодать. Подумайте об этом. Если это истина, в ней содержится благодать. Благодать и истина, они синонимичны. Они одно целое. Благодать и истина вополчены в Иисусе. Посмотрите 14 стих в 1 главе Евангелия от Иоанна. «И слово стало чем? Плотию, и обитало с нами. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Полное чего? Благодать и истины». Итак, вы видите, что благодать и истина воплощены в Иисусе. Нам необходимо понимать, что благодать... Божье незаслуженное благоволение есть истина. И это истина. Есть незаслуженное Божье благоволение. Незаслуженное благоволение, а это благодать, естественно. И истина есть незаслуженное Божье благоволение Нам необходимо усвоить Иисус пришел не для того, чтобы дать нам больше закона Он пришел, чтобы дать нам незаслуженное благоволение Пожалуйста, задумайтесь об этом Иисус пришел не для того, чтобы дать нам больше закона Но так происходит Чем больше люди ходят в церковь, тем больше находят там закона Иисус пришел, чтобы дать нам незаслуженное благоволение А не для того, чтобы дать нам больше закона Это основание того, куда мы будем двигаться сегодня Вложите эту истину в свой дух Авраамов завет Это тот, который Бог заключил с Авраамом Бог заключил с ним соглашение Я хочу показать вам, что именно здесь произошло Давайте посмотрим из Библии Что это за Авраамов завет? Начнем с 12 главы книги Бытия Я хочу, чтобы вы утвердились в этой истине Потому что враг изо всех сил старается украсть ее у вас Я говорю вам Это самое важное послание из всех, что я проповедовал в своей жизни Помимо того, что я проповедовал на прошлой неделе Книга Бытия, 12 глава Вы готовы? Авраамов завет Я хочу доказать вам, что Авраамов завет — это завет, основанный на благодати Это завет благодати Я называю его Авраамовым заветом благодати Смотрите Книга Бытия, 12 глава С первого стиха И сказал Господь Аврааму Пойди из земли твоей, от родства твоего И из дома отца твоего В землю, которую я укажу тебе И я произведу от тебя великий народ И благословлю тебя И возвеличу имя твое И будешь ты в благословении Я благословлю благословляющих тебя И злословящих тебя прокляну И благословятся в тебе все племена земные И пошел Авраам, как сказал ему Господь И с ним пошел Лот Здесь уже проблема Потому что в первом стихе Аврааму было сказано оставить всех своих родственников А в четвертом говорится, что Лот пошел с ним Не будь это заветом благодати Авраам был бы судим за то, что Лот пошел с ним В то время как Аврааму было сказано, чтобы Лот с ним не шел Но поскольку это завет благодати Вы видите, что Бог здесь, во Авраамовом завете Делает то же, что и в Новом завете Восьмая глава послания к евреям Где он говорит Я сделаю Я сделаю Я сделаю Поскольку вы будете верить в то, что я буду милостив к неправдам вашим И беззаконий и грехов ваших Не воспомяну более Второй стих Я произведу от тебя великий народ Я благословлю тебя Я возвеличу имя твое Я благословлю благословляющих тебя И злословящих тебя Я прокляну Я сделаю Я сделаю Вот что говорит Бог Хотя ты и не сделал то, что я сказал тебе сделать Мое благоволение все равно будет над тобой Второй стих в расширенном переводе Я произведу от тебя великий народ И благословлю тебя Изобильным умножением благоволений В Авраамовом завете Бог желает являть ему свое благоволение Благоволение не может быть заработано А иначе это не благоволение Есть разница между благоволением, которое не заработано И фаворитизмом Когда вы тяжко трудитесь, чтобы что-либо заработать Мы говорим не о фаворитизме А о незаслуженном, незаработанном благоволении Именно это вы видите В Авраамовом завете Если развивать эту мысль дальше То скажите Что сделал Авраам, чтобы заслужить то, что Бог явился и сказал это ему Авраам ничего не делал особенного, чтобы Бог явился и сказал это все ему Бог решил благоволить к Аврааму Явиться и сказать то, что он сказал ему Если вам это понятно, скажите Аминь Та же глава, 12 стих Авраам убеждает свою жену сказать ложь 12 стих И когда египтяне увидят тебя, то скажут Это жена его И убьют меня, а тебя оставят в живых Скажи же, что ты мне сестра Дабы мне хорошо было ради тебя И дабы жива была душа моя через тебя Смотрите Под законом Бог осудил бы их за ложь Но в этом Авраамовом завете Была благодать И хотя он и сказал ложь Посмотрите, чем все это дело закончилось 1 стих 13 главы И поднялся Авраам из Египта Сам и жена его И все, что у него было И лот с ним на юг Иначе говоря, вы не видите, чтобы Авраам был осужден за то, Что он сказал ложь Но видите, что ему дано богатство Бог, тем не менее, благоволил к нему В 7 стихе 13 главы Вы видите спор между пастухами Лота и пастухами Авраама Но Бог по-прежнему благоволит к Аврааму Книга Бытия 14.20 И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои Смотрите, Бог предал врагов Авраама в его руки А что сделал Авраам, чтобы заслужить это? Что он сделал, чтобы это заработать? Ничего Это была верность Благоволение и благость Божья Которые сделали это для Авраама Книга Бытия 15 глава 1 стих После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении И сказано Не бойся, Авраам, я твой щит Награда твоя весьма велика Авраам сказал Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным Распорядитель в доме моем, этот Елизер из Дамаска И сказал Авраам Вот, ты не дал мне потомства И вот домочадец мой, наследник мой И было слово Господа к нему И сказано Не будет он твоим наследником Но тот, кто произойдет из чресла твоих Будет твоим наследником Чем Авраам заслужил, чтобы Бог пришел Сказал ему эти великие слова Что он благословит Что он вознаградит его И еще Что даст ему наследника Который произойдет из чресла его Ничего Скажите Благоволение Мы продолжаем видеть это благоволение И в 15 главе Бог заключается Авраамом Завет Сейчас я вам быстро покажу 6 стих 15 главы Авраам поверил Господу И он вменил ему это в праведность И сказал ему Я Господь, который вывел тебя из урах Алдейского Чтобы дать тебе землю сию во владение Он сказал Владыка Господи Почему мне узнать, что я буду владеть ею? Или Как я узнаю, что получу то, о чем ты сказал мне? В этот день заключил Господь Завет с Авраамом Все, что вы видите между 8 и 18 стихами Это заключение Завета Бога с Авраамом Обратите внимание на 6 стих Авраам поверил Господу И он вменил ему это в праведность Что Авраам сделал для того, чтобы стать праведным? Он что, ходил в церковь каждый день? Молился по 5 часов? Что он сделал, чтобы стать праведным? Он поверил Правильно? Авраам поверил Богу И он сказал Ты праведен Бог заключает Завет с Авраамом И этот Завет с Авраамом продолжается до того времени Когда Бог избавляет сынов Израилевых из рабства 13 стих И сказал Господь Аврааму Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей В Египте И поработят их И будут угнетать их 400 лет Но я произведу суд над народом У которого они будут в порабощении После сего они выйдут с большим имуществом А ты отойдешь к отцам твоим в мире Итак, этот Завет Авраама продолжится до избавления сынов Израилевых из Египта Всем понятно? Итак, мы видим все больше и больше благодати Хочу донести до вас одну мысль На детали времени нет Но вы видите благодать в жизни Авраама до тех пор Пока он не решил помочь Богу в рождении наследника В результате чего родился Исмаил Единственный раз, когда благодать не действовала в жизни Авраама Когда он попытался достичь чего-то собственными усилиями Когда Авраам попробовал получить результат своими плоскими стараниями До тех пор вы видели, что Бог благословлял его Бог обогатил его Бог сделал его имя известным Бог дал ему победу в битве с царями Бог обещал ему рождение наследника Вы видите, что Бог проявляет к нему благоволение Не потому, что он заслужил его Не потому, что он заработал его Не потому, что у него было хорошее поведение Пожалуйста, поймите, братья и сестры Бог благ к вам не потому, что вы хорошие Бог благ вам потому, что он благ Все следят за ходом моей мысли Продолжим Авраама в завет благодати был заключен до закона Закон был дан через 430 лет после Авраамова завета Тогда закона не было Авраама в завет благодати был заключен до закона И ни один из сынов Израилевых, выходя из Египта, не умер Задумайтесь До того, как был дан закон, никто не умер, выходя из Египта Когда сыны Израилевы выходили из Египта Ни один человек не умер Три с половиной миллиона человек выходили из Египта И никто из них не умер Хотя они жаловались Хотя они роптали против лидеров, назначенных Богом Никто не умер Прочтем 37 стих 104-го псалма Готовы? Читаем «И вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего Не было ни одного Не было ни одного слабого Ни одного больного Все три с половиной миллиона человек Вышли из Египта совершенно здоровыми И они вышли не только здоровыми Но также и с богатством египтян Они вышли оттуда исцеленными Ни один человек не умер Я хочу вам что-то показать Мы говорим о том, что Бог соблюдает Авраама в завет благодати сынами Израилевыми Кто-то спросит Почему Бог избавил их? Потому что у них было хорошее поведение? Нет Еще одно благоволение Давайте я покажу вам, как они вели себя Вы могли бы подумать, что они самые благодарные люди во всем мире Они настолько благодарны, что на каждом шагу восклицали «Аллилуйя! Слава Богу!» Давайте я покажу вам, как они вели себя И как Бог реагировал на их поведение Книга Исход, 14 глава Я привожу вам много мест Писания, но я думаю, так и должно быть Когда вы приходите в церковь, правильно? Книга Исход, 14 глава, 11 стих Израильтяне подходят к Красному морю И, по-видимому, дальше пути нет Они в ловушке Смотрите, что они делают 11 стих И сказали Моисею «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?» «Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» Вы видите, что здесь происходит? Они жалуются, они ропчут «Ты вывел нас из Египта, и теперь перед нами Красное море» «Мы умрем, потому что нам его не перейти» Должно быть, что Бог накажет их Однако вместо этого Он разделяет воды Красного моря Осушает дно И это посреди их жалоб и ропота И Он говорит им «Путь открыт» Вы могли бы подумать Что зрелище разделившихся в вод Красного моря Как-то повлияет на их мышление Так ведь? Посмотрим 15 главу книги Исход Книга Исход, 15 глава Я уверен, что если бы Бог разделил воды Атлантического океана И вы посуху проехали в Европу Это повлияло бы на ваше мышление Исход, 15 глава Посмотрите 23 стих «Пришли в Меру И не могли пить воды в Мере, ибо она была горька Почему и наречено тому месту имя Мера? И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Нам нечего пить Моисея возопил Господу И Господь показал ему дерево И он бросил его в воду И вода сделалась сладкою Там Бог дал народу устав и закон И там испытывал его Посмотрите, как Бог проявляет Демонстрирует свою благость При том, что они грешат При том, что они ропщут и жалуются Что делает Бог? Истребляет их всех? Нет Исцеляет воду, и она становится годной для питья Они утолили жажду И теперь вы думаете, они успокоились? Нет Книга Исход, 16 глава, 3 стих Вы узнали кого-то? 3 стих Нет, начнем читать со 2 И возроптала все общество сынов Израилевых А это 3,5 миллиона человек На Моисея и Аарона в пустыне И сказали им сыны Израилевы О, если бы мы умерли от руки Господней От руки Господней в земле египетской Когда мы сидели у котлов с мясом Когда мы ели хлеб досыта Ибо вывели вы нас в эту пустыню Чтобы все собрание это уморить голодом И что, Бог одождил на них с неба огонь и серу? Нет Он одождил на них с неба манну Чтобы накормить их Давайте сделаем вывод на основании того Что мы увидели в трех этих случаях По-видимому, за каждым новым ропотом Следовало новое проявление Божьей благости Так? И это потому, что все эти события Происходили до того, как были даны 10 заповедей Они происходили до закона, братья и сестры Сыны Израилевы жили под благодатью Они жили под незаслуженным благоволением Все обеспечение Все благословения, которые они получали Зависели от Божьей благости А не от их послушания Что Авраам сделал для того, чтобы стать праведным? Он что, ходил в церковь каждый день? Молился по пять часов? Что он сделал, чтобы стать праведным? Он поверил, правильно? Авраам поверил Богу И он сказал Ты праведен Бог заключает завет с Авраамом И этот завет с Авраамом Продолжается до того времени Когда Бог избавляет сынов Израилевых из рабства И сказал Господь Аврааму Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей В Египте И поработят их И будут угнетать их 400 лет Но я произведу суд над народом У которого они будут в порабощении После всего они выйдут с большим имуществом А ты отойдешь к отцам твоим в мире Итак, этот завет Авраама Будет действовать для избавления сынов Израилевых из Египта Всем понятно? Итак, мы видим все больше и больше благодати Хочу донести до вас одну мысль На детали времени нет Но вы видите благодать в жизни Авраама до тех пор Пока он не решился помочь Богу в рождении наследника В результате чего родился Измаил Единственный раз, когда благодать не действовала в жизни Авраама Когда он попытался достичь чего-то с собственными усилиями Когда Авраам попробовал получить результат своими плоскими стараниями До этих пор вы видели, что Бог благословлял его Бог обогатил его Бог сделал его имя известным Бог дал ему победу в битве с царями Бог обещал ему рождение наследника Вы видите, что Бог проявляет к нему благоволение Не потому, что он заслужил его Не потому, что он заработал его Не потому, что у него было хорошее поведение Пожалуйста, поймите, братья и сестры Бог благ к вам не потому, что вы хорошие Бог благ вам потому, что он благ Все следят за ходом моей мысли? Продолжим Авраамов завет благодати был заключен до закона Закон был дан через 430 лет после Авраамова завета Тогда закона не было Авраамов завет благодати был заключен до закона И ни один из сынов Израилевых, выходя из Египта, не умер Задумайтесь, до того, как был дан закон Никто не умер, выходя из Египта Когда сыны Израилевы выходили из Египта Ни один человек не умер 3,5 миллиона человек выходили из Египта И никто из них не умер Хотя они жаловались Хотя они роптали против лидеров, назначенных Богом Никто не умер Прочтем 37 стих 104-го псалма Готовы? Читаем И вывел израильтян серебром и золотом И не было в коленах их болящего Не было ни одного Не было ни одного слабого Ни одного больного Все 3,5 миллиона человек Вышли из Египта совершенно здоровыми И они вышли не только здоровыми Но также и с богатством египтян Они вышли оттуда исцеленными Ни один человек не умер Я хочу вам что-то показать Мы говорим о том, что Бог соблюдает Авраамов Завет Благодати сынами Израилевыми Кто-то спросит Почему Бог избавил их? Потому что у них было хорошее поведение? Нет Это еще одно благоволение Давайте покажу вам, как они вели себя Вы могли бы подумать, что они самые благодарные люди во всем мире Они настолько благодарны Что на каждом шагу восклицали «Аллилуйя! Слава Богу!» Давайте покажу вам, как они вели себя И как Бог реагировал на их поведение Книга Исход, 14 глава Я привожу вам много мест Писания Но я думаю, так и должно быть Когда вы приходите в церковь Правильно? Книга Исход, 14 глава, 11 стих Израильтяне подходят к Красному морю И, по-видимому, дальше пути нет Они оказались в ловушке Смотрите, что они делают 11 стих И сказали Моисею «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?» Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Вы видите, что здесь происходит? Они жалуются Они ропщут Ты вывел нас из Египта И теперь перед нами Красное море Мы умрем, потому что нам его не перейти Можно подумать, что Бог накажет их Однако вместо этого Он разделяет воды Красного моря Осушает дно Бог делает это посреди их жалоб и ропота И Он говорит им Путь открыт Вы могли бы подумать, что зрелище, разделившееся в вод Красного моря Как-то повлияет на их мышление Так ведь? Посмотрим 15 главу книги Исход Книга Исход, 15 глава Я уверен, что если бы Бог разделил воды Атлантического океана И вы посуху проехали в Европу Это повлияло бы на ваше мышление Исход, 15 глава Прочитаем 23 стих Пришли в Меру И не могли пить воды в Мере Ибо она была горька Почему и наречено тому месту имя Мера И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Нам нечего пить Моисея возопил Господу И Господь показал ему дерево И он бросил его в воду И вода сделала сладкою Там Бог дал народу устав и закон И там испытывал его Посмотрите, как Бог проявляет Демонстрирует свою благость При том, что они грешат При том, что они ропщут и жалуются Что делает Бог? Истребляет их всех? Нет Исцеляет воду И она становится годной для питья Они утолили жажду И теперь вы думаете, они успокоились? Нет Книга Исход, 16 глава, 3 стих Вы узнали кого-то? Третий стих Нет, начнем читать со второго И возроптало все общество сынов Израилевых А это 3,5 миллиона человек На Моисея и Аарона в пустыне И сказали им сыны Израилевы О, если бы мы умерли от руки Господней От руки Господней в земле египетской Когда мы сидели у котлов с мясом Когда мы ели хлеб досыта Ибо вывели вы нас в эту пустыню Чтобы все собрание это уморить голодом И что, Бог одождил на них с неба огонь и серу? Нет Он одождил на них с неба манну Чтобы накормить их Давайте сделаем вывод на основании того Что мы увидели в трех этих случаях По-видимому За каждым новым ропотом Следовало новое проявление Божьей благости Так? И это потому, что все эти события Происходили до того Как были даны 10 заповедей Они происходили до закона Братья и сестры Сыны Израилевы жили под благодатью Они жили под незаслуженным благоволением Все обеспечение Все благословения Которые они получали Зависели от Божьей благости А не от их послушания Не было послушания закону Потому что не было закона Господь избавил их из Египта Не по причине того, что они были хорошими Не по причине хорошего поведения Послушайте Он вывел их оттуда Благодаря крови Агнца Которая была на косяках дверей Что символизирует наше искупление Кровью Иисуса Сыны Израилевы Зависели от Божьей верности Завету с Авраамом Который был заветом Основанным на благодати Бога Основанным на его незаслуженном благоволении Как я вам говорил Авраам жил за 430 лет До того, как был дан закон Отношения Бога с Авраамом Строились на его вере в благодать Божью На его вере в Божье незаслуженное благоволение А не на послушании Авраама закону Закона тогда не было Давайте я вам кое-что покажу Послание к Римлянам 4 глава Я знаю, что мы говорили об этом Но я покажу вам еще раз Не закрывайте местописание в книге Исход Послание к Римлянам 4 глава 2-3 стихи Смотрите, что здесь говорится об Аврааме Во втором стихе говорится Если Авраам оправдался Был объявлен праведным Делами Тем, что делал он С собственными усилиями Он имеет похвалу Славу Но не перед Богом Бог не получает славы От того, что вы делаете Своими собственными усилиями Ибо что говорит Писание Поверил Авраам Богу И это вменилось ему в праведность Авраам стал праведным Не благодаря своим делам или усилиям Но Авраам поверил Богу И Бог объявил его праведным Вернемся к книге Исход Сегодня, братья и сестры Мы живем при завете благодати Не так ли? Мы живем при завете благодати Божьи благословения Божьи обеспечения для нас Полностью основаны на благости Господа И на Его верности Я хочу, чтобы вы все знали это Божья благость и Божьи благословения В нашей жизни Целиком основаны на Его благости и верности А не потому, что вы можете молиться по три часа Хотя ничего плохого в молитве нет Не потому, что вы ходили на все церковные служения Хотя ничего плохого в этом нет Не потому, что вы превзошли кого-то в каких-то достижениях Хотя и в этом нет ничего плохого Но не поэтому вы испытываете благость Бога И Его благословения Вы испытываете Его благость и благословения Потому что они не заработаны вами И Бог благ и хочет благословлять вас Я знаю, есть такие христиане, которые говорят вам, причина того, что вы не благословлены в том, что вы неправильно себя ведете. Но Бог благословил израильтян и вывел их из Египта, хотя они вели себя неправильно, хотя они говорили неправильно. Они роптали, жаловались. При этом присутствие Божье было всегда с ними. В церкви люди вам скажут, что вы нехорошо вели себя, и поэтому Бог неблаговолит к вам. Но присутствие Божье было с сынами Израилевыми, в облаке днем и в столпе огненном ночью. Они жаловались, и тем не менее присутствие Божье было прямо посреди них. И вот что я вам скажу. То неправильное, что вы делаете в своей жизни, не настолько плохо, чтобы присутствие Божье ушло из вашей жизни, потому что Господь благ. Вам необходимо понять. Бог благ. Вы слишком много думаете о себе. Все следят за ходом моей мысли? Хорошо. Когда израильтяне переходили из Египта горе Синай, они были под Авраамовым заветом благодати. Следовательно, несмотря на их грехи, Бог избавил их из Египта и сверхъестественно обеспечивал их. Не на основании хорошего поведения и верности, но на основании своей благости и верности. Несмотря на ваши грехи, братья и сестры, Бог все равно исцелит вас. Я знаю, что вы, приходя в церковь, говорите, «Я не был таким уж хорошим». Да, наверное, не были, но Бог всегда благ. И Он все равно исцелит вас. Он избавит вас. Хотя вы своими устами говорите нехорошие слова, Бог, как и всегда, благ, и Он с вами. Послушайте, причина, почему Бог благ вам, в то время как вы ведете себя безрассудно, в том, что благость Божья, послание к Криминам 2.4, ведет людей к покаянию. Благодаря Его благости вы изменяете свое мышление. Никто не изменяет свое мышление из-за того, что им говорят, какие они плохие. Потому-то люди и не идут в церковь сегодня. Потому что не хотят, чтобы кто-то сказал им, какие они плохие и негодные. Они уже знают, какие они плохие и негодные. Потому что они курят траву и пьют. Потому что знают, какие они плохие. Придя в церковь, они хотят услышать то, чего они не знают. Например, несмотря на ваше поведение, Бог все равно готов любить вас, благословлять вас, являть к вам свою благость. Если вы примете Господа, Он придет в ваше сердце и изменит вас. И то, что вы делали, вы больше делать не будете. Когда вы вкусите и увидите эту благость, любовь, потрясающую благодать и незаслуженное благоволение, любовь Иисуса Христа. Но как люди изменятся, если каждый раз, когда они приходят, мы предлагаем им закон, ты должен то, ты должен это. Если не сделаешь, то и Бог для тебя ничего не сделает. Вы все путаете. Так было под законом. Но теперь при завете благодати, вы больше не под законом. Кто-то говорит, поскольку мы под благодатью, грешит ли нам, чтобы умножилась благодать? Конечно, нет. Когда вы под благодатью, вы наоборот грешите меньше, потому что вкусив благодати и любви Господа, увидев, как сильно Бог любит вас, осознав, что Он умер за вас, какую цену Он за вас заплатил, вы уже не захотите делать то, что вы делали раньше. Бог приходит в ваше сердце и осуществляет обновление. Он отнимает вкус у травы. Он убирает желание блудить, и вдруг вы начинаете жить как новое творение, и вы пытаетесь понять, как я пришел в это состояние, которого так долго пытался достичь. А Бог говорит, ты наконец перестал мне мешать, и я сделал то, чего ты сделать не мог. Халилуя! Важно увидеть, что произошло, что изменилось. Откройте 19 главу книги Исход. Что-то скоро изменится. До сих пор мы видели, как Бог действует по соглашению с Авраамом, которое было основано на его благодати, верности, любви и благости. Смотрите, что происходит теперь. Книга Исход, 19 глава. Стихи с 4 по 6. Четвертый стих. Вы видели, это говорит Бог, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Бог говорит, вы видели это. Давайте я вам что-то покажу. На основании того, что они видели, они не видели своих собственных усилий, и дела никак не были связаны с тем, что Бог сделал египтянам. Вы согласны со мной? Это объяснение следующему утверждению Бога. Итак, если вы будете слушаться Глаза Моего, и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля. А вы будете у Меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейший народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. Обратите внимание на восьмой стих. Это момент, когда все изменяется. И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, подчеркните следующие слова, мы исполним». И донес Моисей слова народа Господу. Вначале я ничего не понял, пока не увидел эти слова. Мы исполним. Братья и сестры, позвольте мне задать вам вопрос, какое отношение имеет местоимение мы к избавлению из Египта? Какое отношение имеет мы к тому, что воды Красного моря разделились? Скажите мне, какое отношение имеет мы к тому, что манна падала с неба? Как получилось, что Бог сделал все это, а теперь вы думаете, что можете сами? Я почувствовал, что-то тут не так. Поэтому я нашел. То есть не нашел, а купил книгу. Синтаксис Еврита. Синтаксис исследует и оценивает структуру предложения. После того, как предложение было переведено с Еврита на английский, сохранило ли оно свою оригинальную структуру? Оказалось, что значение передано очень близко. Но изучая еврейский синтаксис, я смог увидеть высокомерие, с которым они сказали эти слова. Вот что они сказали. «Все, что Бог повелевает нам, мы полностью способны исполнить». Иначе говоря, «Боже, более не суди и не благословляй нас на основании Своей благости и верности. Оценивай нас на основании наших заслуг. Благословляй нас на основании нашего послушания, потому что мы способны полностью исполнить все, что Ты потребуешь от нас. Вы видите, что они сделали? Они сказали, «Мы больше не хотим, чтобы Ты судил нас на основании Своей благости и верности. Мы хотим, чтобы Ты судил нас на основании наших собственных заслуг. Мы полностью способны сделать то, что Ты скажешь нам сделать. Поэтому суди нас на основании наших усилий. Суди нас на основании того, что мы можем заработать. Суди нас не на основании Своей благости, а на основании нашего хорошего поведения. Сразу же, братья и сестры, я покажу вам еще кое-что, не потратив лишнего времени. Знаете, что произошло? С того самого момента все для сынов Израилевых изменилось. Бог отдалился от них и сказал Моисею не приближаться к горе Синай, ибо это гора святая. Он сказал, что если кто прикоснется к подножию горы, то умрет. Каким образом произошел переход от того, что присутствие Божьей было посреди вас каждый день и каждую ночь, к словам, даже не прикасайтесь к горе, на которой я нахожусь? Что же произошло? После того, как Божья благодать была отвергнута, и люди стали полагаться на свою праведность и свое послушание в отношениях с Богом, Бог отдалился от них. Прочитаем 19 главу книги Исход. Смотрите, в следующем, 9 стихе. «И сказал Господь Моисею, «Вот, я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слово народу Господу, и сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай, и проведи для народа черту со всех сторон и скажи, «Берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Что же изменилось? Присутствие Господа было с ними на каждом шагу. В облаке днем и в столпе огненном ночью. Бог провел их через Красное море и восполнял все нужды, которые у них были. Господь был благ к ним по причине его верности Авраамову завету, основанному на его благости. Но теперь он предупредил сынов Израилевых держаться подальше от его присутствия. Он больше уже не мог обращаться с ними прежним образом, потому что в своих отношениях с Богом они решили придерживаться иного завета, основа которого — их дела и послушание, а не благость Господа, как это было раньше. Когда израильтяне сказали Богу судить их на основании их поведения, как только они это сказали, Бог в следующей, 20 главе, дал им 10 заповедей. Он дал им 10 заповедей, потому что знал. Для того, чтобы мне судить вас на основании вашего поведения, я дам вам 10 заповедей, но вы должны исполнить в точности каждую из них. Братья и сестры, я хочу вам сказать, чем больше вы пытаетесь исполнить закон своими усилиями, тем больше он будет выявлять то, что он призван выявлять. И знаете, что закон выявит? Вашу слабость и ваш грех. Закон призван сколыхнуть ваш грех. Он был дан, чтобы умножить грех и осуждение. Он был дан, чтобы вы потерпели неудачу. Он был дан, чтобы ясно показать вам 10 заповедей вам никогда не исполнить. Закон — это не самое лучшее, что мог дать Бог. Бог им давал все самое лучшее, но закон — это исключение. Первое послание Коринфянам, 15 глава, стих 56. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 56 стих. Здесь говорится, что закон — это сила греха. Значит, закон усиливает грех. После того, как они обменяли заветы, реакция Бога на ропот сынов Израилевых тоже изменилась. Книга чисел, 21 глава. Числа, 21 глава, 5 и 6 стихи. Всем понятно? О, мы подходим к чему-то интересному. Кто-то скажет, «А какое это имеет отношение ко мне сегодня?» Смотрите и увидите. Не позвольте религии помешать вам принять то, что благословит вашу жизнь навсегда. Эти события на самом деле происходили на земле. Вам понятно, что я вам говорю? То, что я вам проповедую, действительно происходило на земле. На самом деле. Но я никогда не слышал, чтобы об этом проповедовали. Послушайте. Прочитаем 5 и 6 стихи. «И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды. И душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых». До этого они роптали, но никто не умирал. Почему? Потому что Бог держался в соглашении с Авраамом, и ничего такого не происходило. Но теперь, под законом, и закон совершенен, он совершенен, но он не может сделать совершенными нас. Закон свят, но он не может сделать нас святыми. Теперь, под законом, вы ропщите и жалуетесь, при том, что хотите, чтобы вас судили на основании вашего поведения? Ваше поведение плохое, поскольку вы ропщите и жалуетесь. И вот вам суд за грехи. Возмездие за грех — смерть. Потому умерло множество людей. На самом деле, когда Моисей дал закон, три тысячи людей умерли у подножия горы Синай. Никто не умер по пути из Египта до самой горы Синай. До дня, когда они решили отвергнуть завет благодати, благодаря которому они дошли до горы Синай, и обменять его на завет закона. И теперь люди падали мертвыми не потому, чтобы их убил их, но потому, что он убрал свою вас. Каждый день и каждую ночь к словам, «Даже не прикасайтесь к горе, на которой я нахожусь». Что же произошло? После того, как Божья благодать была отвергнута, и люди стали полагаться на свою праведность и свое послушание в отношениях с Богом, Бог отдалился от них. Прочитаем 19 главу книги Исход. Смотрите, в следующем, девятом стихе. «И сказал Господь Моисею, «Вот, я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слава народа Господу «И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освяти его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай, и проведи для народа черту со всех сторон, и скажи, «Берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Что же изменилось? Присутствие Господа было с ними на каждом шагу, в облаке днем и в столпе огненном ночью. Бог провел их через Красное море и восполнял все нужды, которые у них были. Господь был благ к ним по причине его верности Аврамову Завету, основанному на его благости. Но теперь он предупредил сынов Израилевых держаться подальше от его присутствия. Он больше уже не мог обращаться с ними прежним образом, потому что в своих отношениях с Богом они решили придерживаться иного Завета, основа которого — их дела и послушание, а не благость Господа, как это было раньше. Когда израильтяне сказали Богу судить их на основании их поведения, как только они это сказали, Бог в следующей 20 главе дал им 10 заповедей. Он дал им 10 заповедей, потому что знал, «Для того, чтобы мне судить вас на основании вашего поведения, я дам вам 10 заповедей, но вы должны исполнить в точности каждую из них». Братья и сестры, я хочу вам сказать, чем больше вы пытаетесь исполнить закон своими собственными усилиями, тем больше он будет выявлять то, что он призван выявлять. И знаете, что закон выявит? Вашу слабость и ваш грех. Закон призван сколыхнуть ваш грех. Он был дан, чтобы умножить грех и осуждение. Он был дан, чтобы вы потерпели неудачу. Он был дан, чтобы ясно показать вам 10 заповедей, вам никогда не исполнить. Закон — это не самое лучшее, что мог дать Бог. Бог им давал все самое лучшее, но закон — это исключение. Первое послание Коринфянам, 15 глава, стих 56. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 56 стих. Здесь говорится, что закон — это сила греха. Значит, закон усиливает грех. После того, как они обменяли заветы, реакция Бога на ропот сынов Израилевых тоже изменилась. Книга чисел, 21 глава. Числа, 21 глава, 5 и 6 стихи. Всем понятно? О, мы подходим к чему-то интересному. Кто-то скажет, «А какое это имеет отношение ко мне сегодня?» Смотрите и увидите. Не позвольте религии помешать вам принять то, что благословит вашу жизнь навсегда. Эти события на самом деле происходили на земле. То, что я вам проповедую, действительно происходило на земле. На самом деле. Но я никогда не слышал, чтобы об этом проповедовали. Прочитаем 5 и 6 стихи. «И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых». До этого они роптали, но никто не умирал. Почему? Потому что Бог держался соглашения с Авраамом, и ничего такого не происходило. Но теперь, под законом, и закон совершенен, но он не может сделать совершенными нас. Закон свят, но он не может сделать нас святыми. Теперь, под законом, вы ропщите и жалуетесь, при том, что хотите, чтобы вас судили на основании вашего поведения? Ваше поведение плохое, поскольку вы ропщите и жалуетесь, «И вот вам суд за грех». Возмездие за грех — смерть. Потому умерло множество людей. На самом деле, когда Моисей дал закон, три тысячи людей умерли у подножия горы Синай. Никто не умер по пути из Египта до самой горы Синай, до дня, когда они решили отвергнуть завет благодати, благодаря которому они дошли до горы Синай, и обменять его на завет закона, и теперь люди падали мертвыми не потому, что Бог убил их, но потому, что Он убрал свою руку. Убрал свою защиту и позволил змеям жалить их. Бог отреагировал по-другому, потому что теперь Он действовал согласно другому завету. Вы не можете ходить и говорить людям, «Сегодня мы живем под благодатью», правильно? «Сегодня под благодатью». Я не могу говорить вам, «Будете роптать, упадете замертво». Это неправда. Неправда при сегодняшнем соглашении, но при Ветхом соглашении это было правдой. Я не могу проповедовать вам Ветхозаветную истину, под действием которой не нахожусь я сам, ради того, чтобы люди наполнили страхом и стали бояться роптать. Нет, я вам скажу, что Бог будет, как и прежде, любить вас. Конечно, из-за того, что вы не знаете, как пользоваться своими устами, у вас возникнут неприятные ситуации, но Бог не поразит вас, как Он сделал бы это, будь вы под Первым Заветом. Мы смешивали закон с благодатью. Мы поместили Исмаила в один дом с Исааком, а пока Исмаил и Исаак находятся под одной крышей, вы никогда ничего не услышите от Бога. Вы смешиваете закон с благодатью, и при этом удивляетесь, почему ничего не происходит в вашей жизни. Вы приходите в церковь, и вам говорят, вы должны быть святой. Носите длинное платье. Брюки носить запрещено. Забудьте о косметике и прическах. Нет, это было бы хорошо в числе тех 600 заповедей, что были раньше. Но вы хотите знать, насколько детализованными были эти заповеди? Были заповеди, которые описывали, как ходить в туалет. Были заповеди, как ходить в туалет. Когда ходить в туалет? Как опорожняться? Были заповеди о том, как это делать? И если вы опорожнялись не в то время и не тем способом, вы подводили себя под суд. Задумайтесь об этом, Дитя Божье. Я представил это в несколько преувеличенном виде. Но посмотрим, что у нас есть сейчас. Потому что это мы и делаем. Все время выискиваем законы, чтобы возложить их на людей. Люди ищут спасения, но не могут подойти к вам, потому что вы пытаетесь возложить на них закон, при том, что сами не выполняете его. Вы пытаетесь указывать людям, как им жить согласно своду законов, но если они исследуют вашу жизнь, то увидят. Вы сами не выполняете свои требования. Мы не понимаем того, что каждый из нас должен пройти через процесс спасения. Позволите Иисусу прийти и произвести работу над нами, обновляя нас изнутри. Вы требуете от людей того, на что вы сами потратили 10 лет. Но вы ведь знаете, какими бывают первые несколько недель обновления. Вы знаете, какими бывают первые 2-3 года обновления. Как же вы можете судить других, когда вы сами прошли, да и продолжаете проходить через процесс обновления? Мы не должны так поступать. Никто не захочет иметь дела с Богом, который поразит их за то, что они в церковь пришли в парике. Но именно это и делает церковь. Именно это и делает церковь. Серьезно? Вы посмотрите, что говорят о моих проповедях по телевидению. Не зная, что это нашло на крыла доллара, он относится к греху легкомысленно. Нет. Это вы относитесь к Иисусу легкомысленно. Вы относитесь к его крови легкомысленно. После того, как Иисус пролил свою кровь, грех не может противостоять могущественной, драгоценной, чудесной крови Иисуса. Я не отношусь к греху легкомысленно. Я отношусь к крови Иисуса серьезно. Я говорю вам, кровь Иисуса настолько сильна, что грех никак не может противиться, противостоять ей. Но вы все еще хотите еще одного закона? Плоть хочет закона. Господь настолько сильно любит нас, что дал нам 10 шагов. Нет, Он не давал вам 10 шагов, потому что любит вас. Это вы сами себе дали 10 шагов, потому что в своей надменности вы думаете, что что-то можете сделать без спасителя. Господь дал вам 10 заповедей и другие заповеди для того, чтобы вы признали. Сами вы этого сделать не сможете. Вам необходим Спаситель. Господь говорит. Разве вам не понятно? Сами вы этого сделать не сможете. Вы сотворены для того, чтобы нуждаться во Мне. Вы всегда будете нуждаться во Мне. Вы будете нуждаться во Мне все время. А вы думаете об Иисусе так. Я в тебе больше не нуждаюсь, потому что получил ученую степень. Я в тебе больше не нуждаюсь, потому что я получил работу. Я в тебе больше не нуждаюсь, потому что делаю вот это. Я в тебе больше не нуждаюсь, потому что женился. Вы каким-то образом по-прежнему думаете, что у вас все в порядке. Это все равно, как в истории про одного человека, который пришел к небесным вратам. Ангел спрашивает его, «Скажи нам, почему мы должны пропустить тебя?» Для того, чтобы попасть в рай, надо набрать 100 очков. Он говорит, «Вы должны меня пропустить, потому что я ходил в церковь каждое воскресенье». Хорошо, «Одно очко». Что еще? «Я был верен своей жене всю жизнь». Ладно, еще одно очко. Дальше. «Я жертвовал деньги в церковь и всегда давал десятину». Хорошо. Еще пол очка. Еще пол очка? Такими темпами? Мне, чтобы попасть на небеса, потребуется благодать Божья. Тогда ангел сказал, «Точно, 100 очков, проходи». Это-то нам и необходимо признать. А вам все равно трудно это принять. Да, но как же это? А что насчет этого? Пожалуйста, скажите мне, что бы вы могли сделать такого, чтобы заслужить спасение. Благодатью вы спасены через веру и сияние от вас. Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Итак, евреи сделали выбор отвергнуть Божью благодать. Посмотрим, что они получили. Второзаконие, 28 глава. Книга Второзакония, 28 глава, 3 и 4 стихи. Помните, что исполнить надо весь закон. Стихи 3 и 4. «Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих». 12 стих. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать займы многим народам, а сам не будешь брать займы». Звучит хорошо, не так ли? Но это, если вы исполняете закон. Послушайте, что будет, если вы не будете исполнять его. 15 стих. «Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди его и постановления его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклятый будешь в городе, и проклят ты будешь на поле». 18 стих. «Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих». 20 стих. «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен. И ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Вернемся к 20 главе книги Исход. Сразу после того, как Бог дал 10 заповедей и другие заповеди, Он сделал кое-что, чтобы доказать, что Иисус нужен нам, а не закон. Вы знаете о том, что Бог сокрыл прообраз Иисуса, указав на его жертву? Новый Завет говорит об этом. Не закрывая это место Писания, откройте 1 стих 10 главы «Послание к евреям». Послание к евреям, 10 глава, 1 стих. «Бог сокрыл прообраз Иисуса, указав на его крестную жертву в той же самой главе, в которой были даны 10 заповедей». Послание к евреям, 10 глава, 1 стих. Прочтем его вместе. Готовы? Читаем. «Закон имеет тень будущих благ, остановимся на этом». Закон имеет тень будущих благ. Итак, Бог в Ветхом Завете, прообразе, сокрыл Иисуса, показывая его грядущую жертву. Давайте я вам докажу это. Снова вернемся к книге Исход, и я покажу вам эти прообразы. Бог дает 10 заповедей и другие заповеди. Вы ведь знаете, что в законе более 600 заповедей. Смотрите. «Бог повелел построить жертвенник и сказал, вы не сможете исполнить эти заповеди. Я дал вам их не для того, чтобы вы исполнили их, но я благословлю вас через жертвы, которые вы будете приносить на жертвенники». 24 стих. «Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем все сожжения твои и мерные жертвы твои, овец твоих и волов твоих. На всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя». Через жертву приходят благословения. Давайте я покажу вам, как происходил этот процесс. Приносить надо было жертву, не имевшую порока, потому что эта жертва была прообразом Иисуса. Здесь сокрыт прообраз Иисуса. Священник возлагал руки на этого овна без порока после того, как обследовал его. Это олицетворяет собой совершенство жертвы, приносимой за грех человека. Затем священник возлагал жертву на жертвенник. А это именно то, что представлял собой жертва Иисуса? Не знавшего греха, он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. На кресте произошел обмен, подобно тому, как он происходил на жертвеннике во времена Ветхого Завета. Поэтому это был прообраз той жертвы, которую Иисус принес ради нас на кресте. В следующем стихе Бог говорит, «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их. Тесанный камень значит, что вы обрабатывали его инструментом». Бог говорит, «Не сооружай его человеческими усилиями». «Не сооружай жертвенник человеческими усилиями». Нельзя прилагать человеческие силы к завершенным делам Христа. Авраам убедился в этом. Следующий стих. «И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Знаете, что Бог здесь имеет в виду? Вы не можете войти в благоволение Божье по своим собственным ступенькам. Усилие человека в достижении Божьего благоволения лишь обнаружат его слабости. Видите, как эта истина сокрыта в Ветхом Завете? Но надев очки Нового Завета, вы можете увидеть сокрытое в Ветхом Завете и открытое в Новом. На протяжении всего Ветхого Завета вы сможете видеть Иисуса. В каждой книге Библии вы увидите сокрытые прообразы Иисуса. Братья и сестры, здесь произошло что-то интересное. Происходит война между Богом и человеческим грехом. Осуждение, смерть, болезнь, все это происходит. Человеческий грех произвел огромный долг, а долг надо оплачивать. Наш Бог, правосудный Бог, кто-то должен был этот долг оплатить. Даже то, что человек шел в ад, не могло полностью погасить долг. Что же произошло? Откройте вторую главу Евангелия от Луки. Мы еще поговорим на эту тему. Но вот что я хотел показать вам. Евангелие от Луки, вторая глава. Как нам выбраться из этого? Евангелие от Луки, вторая глава, восьмой стих. Если вы открыли, скажите «Аминь». Помните, что это не рождественская история. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». «И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава в вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволения». Многие толкуют 14 стих так, «Слава в вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволения». Таким образом, что ангелы провозгласили, явление Иисуса прекратит разделение и войны между людьми и откроет на земле новую эру мира. Они думали, что это провозглашение означает, что Иисус пришел на землю для того, чтобы принести мир между людьми. Но значение здесь вовсе не такое. Откроем 10 главу Евангелия от Матфея. Слова из уст самого Иисуса подтверждают, что пришел Он не для этого. Так о чем говорили ангелы? Евангелие от Матфея, 10 глава, 34 стих. «Если вы открыли, скажите «Аминь». Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Бам! Вот оно! Ибо Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее и невестку со свекровью ее и враги человеку, домашней его. Несомненно, что люди, принимавшие спасение, имели мир между собой, однако не это послание принесли ангелы. Они провозглашали «На земле мир», в человеках благоволение. Бог был в состоянии войны с человеческим грехом. Я вам только что показал это. В Ветхом Завете Бог являл свой гнев, свою ярость людям. Но учить такому в Новом Завете совершенно неверно. Такое было в Ветхом Завете. Иисус вмешался в войну между Богом и людьми, и Он все совершенно изменил. Евангелие — это благая весть о том, что Бог не гневается на вас, что Он вас любит, и что Он хочет распространить на вас все свои благословения. Иисус заплатил цену, чтобы искупить нас и угасить Божий гнев против греха. Бог правосуден, но Иисус заплатил цену. Он полностью изменил отношение Бога с людьми. Именно об этом и пели ангелы. Они пели, что жертва мирная на земле. Давайте радоваться тому, что война между Богом и человеческим грехом закончилась. Бог больше не гневается на людей. Вот о чем пели ангелы. Иисус оплатил долг за грех. Какие-то люди не примирились с Богом, но Бог уж точно примирился с людьми. Итак, вот Евангелие. Евангелие говорит о том, как Бог возложил все наказание за наши грехи на Иисуса. И несмотря на наши грехи, несмотря на нашу относительную недостойность и нужду, Христос заплатил цену за нас. Божье правосудие требовало нашего наказания, но Иисус принял наказание вместо нас. Божий гнев был навсегда утолен. Бог не гневается на людей. Иисус заплатил цену. И все, что мы должны сделать, верить в это. Это и есть благая весть. Это и есть Евангелие. Но после того, как закончилась эра благодати, люди увидят суд Божий. Вот тогда будет светопредставление. После того, как закончится эра благодати, Бог будет судить людей не за их грехи, а за то, что они отказались принять плату. Иисус заплатил за грехи, но вы не приняли эту плату. Иисус заплатил цену за каждое человеческое существо на земле. И вот те, кто откажутся принять его, именно они и пойдут в ад. Люди пойдут в ад не за грехи. Они пойдут туда за то, что отвергли плату, которую Иисус заплатил за то, чтобы они жили так, как Бог хочет. Подумайте об этом. Человек попал в ад и говорит Богу, «Ой, я попал в ад, пожалуйста, прости меня. Если бы ты дал мне шанс, я бы все сделал по-другому». Бог ему отвечает, «Я послал тебя в ад не за плохое поведение. Я послал тебя в ад, точнее, он не посылал. Ты выбрал пойти в ад. А ведь я дал тебе выбор принять плату за грех моего сына. Но ты не принял ее. Ты был слишком занят человеческими идеями и делами. И ты игнорировал моего сына. Ты думал, что ты хорош сам по себе. Ты думал, что Спаситель тебе не нужен. Ты все время придумывал разные отговорки. Иисус пришел на землю и сделал то, что сделал для всего мира. Но только те, кто приняли меня, кто приняли жертву Иисуса, будут со мной. Я мог бы изменить тебя. Я Бог. Я создал тебя. Я знаю, как изменить тебя и сделать совершенно другим. Неужели ты думаешь, что ты настолько плох, что я не мог бы в мгновение ока изменить тебя? Поймите, что в аду будет не столько людей, сколько на небесах. На небесах будет великое множество людей. Немало людей в аду, но мы думали, что большинство там, потому что снова неправильно читали Писание. Широк путь в ад, и многие идут им. А путь в небеса узок, и немногие находят их. Вы даже не поняли, о чем Иисус говорит в этом месте Писания. Он говорит не о том, сколько людей на небесах и сколько в аду. Библия говорит в книге Откровения. Взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом. Они поклонялись и воздавали хвалу Агнцу Божьему, Царю Царей, за ту великую цену, которую Он заплатил за то, чтобы нам быть там. Не думайте, что когда вы придете на небеса, то окажетесь в центре внимания. Я получу венец за свое служение Иисусу. Я получу венец за преуспевание. Я получу венец за веру. Не думайте, что Иисус скажет вам, вот тебе еще один венец. Нет, в центре внимания будет Иисус, а все мы будем благодарить Его за ту цену, которую Он заплатил, чтобы нам быть там, где мы и есть сегодня. Говорю вам, братья и сестры, это наиглавнейшая благая весть. Это благая весть о том, что Бог — благ. И Иисус хочет, чтобы мы проповедовали о благости Божьей.